Друзья, коллеги, мы продолжаем рассматривать у нас серии этюдов и работа метода умной фирматы. Напоминаем, что фирмата играется с двумя основными условиями. А. Без малейшего акцента, без опоздания на нее. Играется или по основным долям, если у нас на 4 четверти, или по полтакта. Возможны вариации. Полтакта наиболее, самый оптимальный способ. Вот такой ставим фирматочку. Сейчас мы пройдемся по всем этюдам Шопена. Или почти по всем. По всем не получится, но почти по всем. Просто демонстрирую. Показываю все без педали, друзья мои, этот метод. Овладеваем мотивной структурой. Кстати, первый этюд очень интересен тем, что, играя без педали, вообще без педали, мы вдруг обнаружим, как работает, если держать бас, как замечательно работает шопеновский принцип обертонового звучания. Показываю. Да. Рекомендую вторую нотку дважды того мотива брать первым пальцем левой руки. Брать как симкопу, соответственно, да? Тогда у нас не будет вот этой проблемы. Начинаем первую руку. Это касается, по-моему, только начального такта. Или аналогичного. Поэтому фирматка. Отключаем сейчас все, напоминаю, отключаем сейчас все динамические оттенки авторские. Мы занимаемся другим. Мы как бы к глубинной музыке обращаемся, да? Которая универсальна. И такая же у баха, даже как... Да. Это явно... Явно ответ Шопена на первую прелюдию из первой руки баха. Ну, нам нужно пройтись по многим этюдам, так что идем. Показываю путь. Показываю метод умной фирматки по полутактов. Можно варьировать по четвертям, здесь в том числе. Взяли, потом... I love you too, I love you too. Рука полностью. Кстати, сейчас я сниму. Смотрите, как хорошо звучит бас. И мы уже слышим педальный измучник. Еще раз. I love you too, I love you too. Причем, вот это я беру как синхрон. Я отвечаю этим. Потом вот это показываю. Самое главное устойчивость первого-второго пальца, на самом деле. Первый палец свободный. То есть не только мы этим работаем, хотя этим тоже. Сколько вот здесь абсолютно свободная рука, на первом-втором. На первом особенно, на первом свободная рука. Все, больше здесь ничего не надо говорить. Отдохнули. Активное начало первого. Смотрите, как Абертонова звучит. И I love you too. И в бас. Вот так устроено, на самом деле. I love you too, I love you. Опять устойчивый первый палец. Видите, мы приходим на сильные доли. И все равно так и без малейшего акцента. Да, I love you too. Да, I love you too, I love you too. Подъезд отвечает. I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. Слушаем замечательные, возникающие вот такие вертикали. I love you too. Рука абсолютно свободная, обратите внимание. Абсолютно. I love you too, как тряпочка свободная. Отдыхает. I love you too, I love you too. Это понятно, да, с первой страничкой. Здесь интересно вот это повороте, вот это место. Замечательная эта секвенция. I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. Еще раз. I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. Отдыхаем. I love you too, I love you too. Кстати, смотрите, как я играю левую руку. Я связываю. Я вот так вот связываю. То есть меняю не вот эти октавы, не вот такие октавы, а вот так. Так. Вот так я делаю. Это своя техника. Связь, видите, да? Ну, еще раз. I love you too, I love you too. Отдыхаю здесь. I love you too, I love you too. Активно. I love you too, I love you. А здесь без акцента. I love you too, I love you too. 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 I love you. Синкопа. Синкопа, и поэтому здесь не бьем. То есть синкопа, и поэтому слышим бас вот здесь. Все показываю без педали. I love you too, I love you too. Сейчас, сейчас. I love you too, I love you too. I love you too. И сюда. Вот так первый этюд. Да, смотрим. Смотрим второй этюд. Тоже по полтакта. Умная фирмата. Предлагаю тем, кто достаточно растяжка левой руки, брать дециму в левую руку. И вообще, где только возможно, перемещать то, что играет часто в правую, перемещать в левую. Сейчас покажу, как. И теперь слушаем замечательное, что получается. Как устроен второй этюд. Это никакая не хроматическая гамма. Смотрите, какая красота в мотивной структуре. Значит, фирматочка. I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. Слушаем. Слушаем. I love you too, I love you too. Да. Сейчас. I love you too, I love you too. Вот такой замечательный. Вот так. Замечательный такой. Ведь он... Это берем в левую. I love you too, I love you too. Вот такие красивые. I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. Красиво все. I love you too. Это тоже беру в левую. Это удобно. I love you too, I love you too. Красиво очень. I love you too, I love you too. Потом I love you too, I love you too, I love you too. I love you too, I love you too, I love you too. Иду-ду-ду-ду-ду. Понятно, да, идея? Серединки здесь потрясающе. Начинаем понимать, как устроена серединка. Yes. Вот такой. Такая вертикаль замечательная. I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. Опять, ну, на аккорде. I love you too, I love you too. Здесь можно пожертвовать этой ноткой, сыграть сексто. I love you too, I love you too. I love you too. Вот как здесь. Вот как здесь. Вот здесь сексто. В таких случаях и здесь тоже можно этой же пожертвовать ноткой. I love you too, I... Вот нам подсказка Шопена. Что в таких случаях можно жертвовать. Вот, чтобы не растягивать руку здесь. И так далее. Красиво. И так далее. Это второй этюд Третий этюд Друзья мои, это отдельная история Хочу вам сначала показать Как здесь не только работает умная фирмата Но и принцип Принцип Простанственной полифонии Друзья мои Ленту манон троппу Не слишком медленно Здесь, к сожалению, очень часто играют заунывно У кого только не слышно Давайте посмотрим, на самом деле, как устроено Во-первых, забыть, что у нас есть синкопа Которую мы должны услышать Вот здесь полностью Это значит, что все остальные голоса Должны скрыться в этот момент Давайте посмотрим, как это устроено Как сначала Сначала Не умная фирматия, а просто о звучании Играя без педалей, друзья Мы показываем, что мы можем делать руками Смотрите Вот это Да Я отпущу сейчас Вот Еще раз Другими словами Я играю почти мецефорте Эспрессиво Верхний голос Остальное Пианиссимо И даже три пианиссимо А в результате получаем Общий знаменатель пиано Движение такое Вот Опять Где мы должны сорт 9 слышать? Вот Здесь Я показываю Все без педалей, друзья Все возможно Просто я играю Я играю Пианиссимо И здесь пианиссимо В серединку Друзья мои Здесь задача Двухручная Это играется три пиано Это играется три пиано Верхний голос Часто слышим Все выразительно И все А здесь все Пианиссимо 16 Играя без педали Специально Чтобы показать Насколько можно Вот так вот длиться Видите Вот такой тренаж Опять здесь Подъезд Синкопочка Правильно Акцентик Для чего? Для того, чтобы слышать Вот здесь А это Пианиссимо Пианиссимо Не вот это А в два раза тише Вот здесь вообще Три пиана Тогда мы слышим Фа диез И движение Движение Чуть Вообще Восторженность есть Не за уныленность А восторженность И нежность Идем сюда Сюда Без педали Играю Вот такой тренаж Осматил руку Сейчас Вот здесь Дотянулся Вот это нона Могу дотянуться Видите Ну так я пианиссим играю Средний голос Пианиссим играю Но честно В легату И нежно Синкопа Синкопа Поэтому здесь тише Вот Синкопа Си идет В соль диез И так далее А вот метод умной фирматы Ну не распечатал я серединку Отдельно сделаю Третий этюд Четвертый этюд Умная фирмата Очень много нам позволяет понять В том как все устроено Играю все легато Без педали Смотрите Слушаем первозданную музыку Когда там внутри скрыто Не обращаем внимания Просто слушаем как красиво Фирматы играются без опоздания И без акцента Остальное активно Не обращайте внимания на смысл Это просто произнесение текста Можем два-три-четыре раз Два-три-четыре раз Два-три-четыре раз Два-три-четыре раз И тогда становится понятным Смысл вот этих синкоп I love you too I love you too I love you too Да То есть он показывает Что по тому ставят наверх Здесь Шопен Штиль Чтобы показать Что второй палец Активно начинает Активно начинает Мотив И Держит Пальцевую педаль I love you too I love you too Слушаем I love you too I love you too I love you too Вот здесь нечестная Активный пятый палец Ферматка у нас здесь Вот здесь у нас ферматка Середина такта Вот она И поэтому Вот это I love you too Это очень важно Потому что все Играют по парам А это артикуляционная лига С активным выходом Поэтому здесь вот такой выход По пятый палец и работает I love you too I love you too Слушаем I love you too I love you too Как красиво все Красивый как гермен I love you too I love you too И там внутри скрыта Грусть Опять Опять Второй палец Уже в левой руке I love you too 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 Прилипает I love you too 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 То есть страстная музыка Быстрая, стремительная Внутри себя содержит Первоначальную скорбь Да Вот такую Насколько это Насколько это обогащает Наше слышание I love you too I love you too I love you too Вот какая красота здесь I love you too I love you too И вот здесь этот пассаж I love you too I love you too Здесь I love you too И тогда становится понятным Почему здесь В издательстве Подрев Сейчас Почему здесь Вот эта вилочка Да То есть Выход активный Выход активный А в некоторых изданиях Прям акцент стоит На четвертой доле А здесь вот Пожалуйста На четвертой доле Синкопа Что подтверждает Эту идею Да Смотрим Как устроено I love you too I love you too I love you too Правила Умные форматы Соответствуют Абсолютно Потому что Здесь усиление звука А здесь Уменьшение Да Прям соответствует Как это I love you too Третья Четвертая Четвертая В раз Идет Четвертая В раз Да I love you too I love you too Синкопа И вот это Надо услышать Друзья мои Услышать Эту вертикаль То есть Форты у меня В терции Я ухожу Другими головами Не бью Эту сильную долю А наоборот Ухожу под нее Ныряю И тогда нас Форты касаются Верхним голосом Вот Вот Сюда Через первый палец Идем Отпускаем Пятый Легато Через первый Вот так Да Да Я ловю too Да Здесь тоже Через пятый палец Идем Идем через пятый палец Сюда Отпускаем первый Идем сюда То есть Эта лига Исполняется Не педалью А руками Педаль Будет потом Помогать Звучности Но не техническим Задачам Вот я Исполняю Эту лигу Без всякой Педали Хотя Если смотришь Глазами Кажется Что-то невозможно А на самом деле Не только возможно А так и должно быть Через пятый палец Сюда На первую долю Не опаздываю Принципиально важно И не холочу ее Здесь что еще Нужно показать Вот нужно показать Еще вот эту конструкцию Здесь понятно Вот Я это беру В левую Средний голос Потом Да И вам рекомендую В левую Синкопа То есть Синкопа У нас Друзья мои Вот здесь И у нас Получается Такая идея То есть И выплывает Она здесь Постанавливается Понятна идея Синкопа Шопена Повторение Да Да Синкопа Опять Да Значит Синкопа И это Синкопа Да Какая богатая Фактура Здесь Красивая Да Да Это все В левую берем В левую берем Все Слушаем Изумительные гармонии И так далее Да Вполне Дальше уже Как хотите Распределяйте Вот И Продолжаем Продолжаем Смотреть Десятый опус Как устроена Кода Отпускаем Первые пальцы А здесь Не отпускаем Ди Ра Ри Здесь есть Да Ди Да Да И еще Хочу здесь показать Это здесь Если играть Ри Здесь чисто А здесь можно На педали Вот так там Чисто А здесь я предлагаю Вот взять Додис минор А потом Три пьяно Начать И Катастрофическая Крещенда И вот сейчас Будет интересная Педаль Пианисимо Взять И у нас держится Додис минор Пианисимо Не меняем Ничего Не меняем Не меняем Не меняем То есть При этой игре Начинается Пианисимо Педаль Вот такая Зато идеально Чисто Меняем Додис минор Да Еще раз Тогда Вихреобразно Это все Пианисимо И Крещенда Можно Еще Еще Взяли Да Вот здесь Обязательно Да Здесь именно I love you I love you Отдохнули Потом взяли Как в первом этюде I love you 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 Одним ударом Друзья мои Одним ударом Тут только Левая рука Поднимается Правая Ближе Но одним ударом Причем Он пишет В артисе На 16 Правильно делает Одним ударом Одним ударом Не вот так А одним ударом Так Четвертый Быстренько Сейчас Голом по Европам Как у струн Пятый По полтакта I love you I love you I love you I love you Да Еще раз Активно I love you I love you Здесь безударно I love you Да Кстати Чтобы получилось Это пиано Друзья мои Надо сыграть Этот такт Пианисимо В любом темпе В три пиано Сыграете Тогда получится Лучше Мдущий пиано Тут контраст Такой В результате Это очень быстро Виртуозный этюд Он должен делать Пример В таком темпе В таком темпе И здесь Пианисимо Не просто Пиано Пианисимо Не отнюдь Не простенький этюд Как многие считают Но учите Учим Метод умной форматы I love you I love you Все повороты I love you I love you I love you I love you Это очень хорошо Сказывается на том Что здесь происходит Например Вот здесь В левой руке Да Левая рука Солирует I love you I love you I love you I love you Да I love you I love you Синкопа Синкопа мы должны Слышать вот здесь Друзья мои Синкопа здесь А слышим здесь Да То есть Здесь Поэтому Поэтому бас Берется пианисимо Всем кто понимает Что это самое Каждый раз Когда Синкопа Появляется В этом этюде Везде Здесь солируют Здесь умная фирма Да Вот чтобы понять Это пассаж Или I love you 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 Да Полторный Полторный в левой руке I love you I love you I love you I love you Интонация I love you I love you И гениальная левая рука I love you I love you Волторный Настоящий соло Первого пальца Первый валторный I love you I love you Игра без педали Показываю I love you I love you Ну и так далее Умным понятно Тоже валторный Волторный Здесь Да А здесь I love you I love you I love you I love you Вот такие певучие Без педали показываю I love you 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 Вот такое соло Певучая, страстная И так далее И так весь этюд, друзья По полтакты много чего интересного Это жестой этюд Анданте, друзья мои, не ленту Не адажу Анданте Вот я сейчас поиграю вам без педали Чтобы понять, насколько это вовсе не заунывно И здесь тоже используется Здесь у нас Мецепьяно Эспрессиво, все остальное пианисимо И будет все понятно Играю без педали, чтобы было понятно, как красиво это написано Даже мецефорда играю Ну, мецепьяно, хорошо На 2-й репетиции повтор Здесь раз I love, I love you too I love Синкопа Синкопа, двуголосец Телефония для синкопа А это пианисимо Все считают, что тут прям нужно Это выразительно Ничего подобного Выразительно, только пианисимо Еле-еле А вот бас должен быть слышен А здесь три пиана Паритик Влев рука Три пиана 16-й Синкопа влев руке И как-то Без педалей Без педалей Идем Опять синкопа Громко сыграл Мибикар Не нужно Синкопа Вот такие здесь Ассист педалью сыграть Чуть подвижнее Мечтательно Идем вперед Вот такой шестой этюд Пианисимо Идем вперед убрал педаль без педали опять играю прощупываю все все полифонию где синкопы ни одной синкопа не пропускаю да вот так звучит звучит все и тогда и так весь этюд если не успеваем здесь много потрясающих красот середине например вот это много кор и так далее и смогу красоты и не тянем анданте к ноту седьмой этюд тоже попал так по первому второму пальцу не повернем голосу а по среднему синкопа вот такая синкопа замечательная написана берем черточкой слышим здесь без педали показываю такие изумительные изумительные вертикали все прощупываем до пальцами слышим здесь и все время идем все время первым вторым пальцем это ключ к этому этюду и ключ последний посаживаю и здесь тоже замечательно не по две а по три гениально написано и вот такие штучки ну уже понятно нам с восьмым этюдом то же самое да здесь правило универсальное если у нас что-то движется командует то что движется поэтому совместность левой рукой обеспечивает правая рука активность шестнадцатых очень полезно восьмой этюд с этой точки посмотреть здесь девятый этюд на левую руку тоже прекрасно работает метод умной форматы и рука здесь отдыхает вот такая рука вот такая она открывается и вот такая вот вот такая буквально это можно играть очень полезно здесь тоже хорошо работает по полтакта синкопа в левый вот такая волтерновая вот такая синкопа без педали показываю держим вот здесь вылезает вот здесь меби-моль вылезает вот так написал шопен друзья мои вот он это написал для того чтобы слышать здесь по полтакта рекомендую что бы ни было даже когда он по парам пишет играем по полтакта и все будет понятно что он имел ввиду что здесь синкопированная ткань все не скажешь а вот у меня кстати сначала отсюда и наконец двенадцатый этюд вот здесь гениально работает потрясающе работает настолько гениально работает принцип умные фирматы что фактически достаточно два-три раза без педали пройти с умные фирматы и этюд становится легким такие этюды есть и в частности как ни странно вот второй этюд как даже с умной фирматой легкими становятся никогда его нужно ну то есть он должен к в результате стать легким но это не сразу а вот 12 очень быстро становится легким этюдом и как ни странно трецовый этюд который считается одним самых трудных на самом деле с употреблением умные фирматы довольно быстро становится удобным и легким смотрим смотрим как устроен двенадцатый этюд здесь у нас смотрите у нас здесь несколько изданий несколько изданий вот я специально выбрал праздную сейчас мы берем ну вот этому берем вот я буду по одному вот это вот это если не ошибаюсь миштейновская гуманско-миштейнское советское издание они чем смотрите это по-моему то ли мику микули то ли клинворд чем они совпадают наше издание первым акцентом первым вот этим акцентом выписано на ля бемоли в левой руке а вот в этом издании этого нет одновременно здесь смотрите здесь нет никакой лиги а рекомендовано вот такая фразировочная он рекомендовано пунктиром а вот здесь в этих изданиях стоит откровенно артикуляционная баховско-мотовская бетховенская лига вот я предпочитаю для универсальности вот эти два варианта это мы откладываем хотя остальное много совпадает вот здесь например видно что здесь фразировочная лига а здесь в этих двух изданиях используется артикуляционная что если мы работаем советским изданием просто вписываем дополнительно к фразировочной а на таком немте врате вписываем вот эту артикуляционную это метод работы теперь смотрим смотрите как замечательно работает здесь принципы умные фирматы рассматриваем акценты просто как не как удары а как как раз ключевые точки освобождения первый афтен можно назвать как как выразительный сказать полтакта отпускаем можем отпустить здесь можем отключить позже можно здесь отпустить рука постоянно свободная это тоже смотрите без всякого опоздания очень важно что очень активное 16 и без всякого опоздания на сильную долю большинство здесь ради безопасности чуть увеличивают длительность шестнадцатого шестнадцатой лучше этого не делать вот я сейчас у меня один одно движение я по инерции на сильную долю попадаю по инерции то есть не вот это удар и это удар то есть для меня этот акцент фактически инерционный я вообще вот этот акцент как бы смещаю на шестнадцатую а это без акцента само попадает да еще раз вот у меня оказывается нет не техническая задача по красоте и по смыслу я попал сразу вот таким движением потом без педали показываю видите что я делаю вот я раскрыл левую руку и вот таким движением вот таким движением на ля бемоль лям у меня уже здесь раскрываю руку и на самом деле кажется что я по верхней друге иду а на самом деле я иду по ощущениям по нижней и ля вот как бы вот так вот эту хотя руку раскрыл вот раскрыл свободно и вот она I love you 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 Какие мотивы I love you 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 очень важно что I love you I love you то есть делаем я делаю реальную эту вилку но не ударяю ми моль I love you I love you и теперь левая рука управляет правой I love you I love you вот здесь такое управление то есть ре ми бемоль управляет до ре соль управляет ми бемолем отдыхаем здесь отдыхаем здесь I love you I love you и здесь пьяно I love you обязательно чтобы получилось пьяно здесь надо сыграть пианисимо, друзья мои в темпе опять левая рука управляет прям буквально выучиваем полное совпадение причем командует движущаяся левая рука это очень удобно опять тише да вот это да 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 и здесь и здесь нам не нужно шуметь здесь можно пьяно смотри даже если пьяно здесь I love you I love you I love you вот здесь такая рука I love you I love you вот такое здесь движение не примитивно не вот так потом заново а I love you 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 опять левую руку управляет пьяно здесь I love you 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 и это скорбное а а здесь чуть расставить отчаяние ммм не примитивно я умитивно да и очень важно понять как устроены эти два такта это настоящие синкопы все посмотрим I love you а то здесь слышат синкопу здесь слышат синкопу и игра без педалей и наконец завершение То есть раз и три. Здесь, здесь, здесь. Без педалей играю. Да, еще раз. Синкопа здесь слышим. Здесь, здесь, здесь. Мне не нужна педаль, чтобы это все... Педаль потом поможет нам. Но сначала все делаем. Здесь, здесь, здесь. И, наконец, I love you. Здесь вот вариант такой с пунктиром, но вообще не обязательно. Просто это запись о гогике. И потом, I love you. Друзья мои, не технические задачи. И вот здесь очень важно, друзья мои. Форте относится только к выразительной правой руке. Левая рука продолжает играть пьяно, что не уменьшает, а увеличивает виртуозность. I love you, I love you too. Видите, как правый раз звучит? I love you too, I love you. I love you too, I love you. Потому что мы слышим длинный вот это. Пьяно. I love you. I love you too. Пьяная левая рука. I love you, I love you too. Как это звучит? Игра без педали. I love you, I love you too, I love you too. I love you, I love you too, I love you. I love you, I love you too. I love you too, I love you too. Пьяно. Прям тихо. Почти пьянисим играй левую руку. Пьяная левая рука. Дальше. Смотрим. I love you too, I love you too. I love you too. I love you. I love you too, I love you too. 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 Та-ды-рди. Вот такая пассаж, вот такой седес. Здесь, да, I love you, too, I love you, too, I love you, too, в темпе. Игра без педали, I love you, too, здесь не боимся времени. В любом темпе партисимо длинной, длинной. Игра без педали, I love you, too, I love you, too, I love you, too, там, I love you, too. Вот еще что? Здесь я придерживаю . Чтобы быть уверенным, я здесь еще использую ручную педаль. То есть вот эту соль придерживаю. Вот так. Мне хватает руки, поэтому я здесь держу дециму. не обязательно орать вернее форта а потом можем идти на пьяно это прибавляет кстати если уйти здесь на пьяно это прибавляет виртуозность ощущение вихря и потом постепенно делаете а здесь взорваться наоборот сделать такое мощное вот как учить показываю как учить эти места лучше выстроить точное совпадение потом в быстром темпе вот это расхождение триольная квартуре появится сами от начала мы учим это совпадает с этим как и написано это с этим до с ре ре с ре ми бемоль самое то есть пишем то есть играем при исполнении приближаем потом уже к написанному ритму здесь тоже то есть прямо вместе вместе не боимся когда учим совпадать здесь надо пиром бабам а потом как бы растормашиваем к в исполнении чуть-чуть сдвигаем правую руку получается искомый ритм а учим так вот так ну и так далее здесь у нас много вот это тоже все вместе тут много всяких здесь конечно еще много всяких красот до без педали играют у меня то держится и ничего не затухает какой-то до диссонансы здесь можно еще прийти на пьяну а вот фартисимо будет отсюда то есть двинем это майка маленькими да у шопена нет этого фартисимо отсюда здесь как абсолютно как это просто цитата шопена из первой части 32 саната бетховена в той же анализе кстати именно там про все это приходит до мажору как здесь и бетховен остается в до мажоре а шопен поворачивает к себе так сказать к своему да значит пришли пьяно потом взорвались отсюда потом ушли и ушли обязательно в середине уходя на пьяно с тем что потом сделать мольте крещенто взрываемся длин наберем взрываемся произносим вот здесь очень важно слышать вот такое голосоведение ля идет ля бемоль и потом идет фа ми вообще есть такая тема внутри мелодия и нам чтобы слышно я отпускаю от пускаю п directed на 팔ю Ли-рам, ля-рай, ли-рам, ли-рам. Вот так примерно работает с этюдами.